Привет, друзья! Весной 2023 года компания Альфа Пэт презентовала свою новинку влажный корм. И по заверениям самой компании, продажи были фееричные. И разумеется, я не мог пройти мимо этой новинки. Так что, друзья, вместе с вами мы сейчас отправимся на производство и посмотрим, как же этот корм производится. Также, друзья, мы с вами узнаем об одном интересном ингредиенте, который вызывает у меня некоторые вопросы. Что же это такое? Свежее мясо и субпродукты. Из чего же это свежее мясо состоит? Так что, друзья, усаживаемся поудобнее, машем хвостиками и погнали! Основная составляющая этих консервов мясная. Так что, сразу же мы отправляемся смотреть, что же за мясо здесь используется. Изначально все мясные ингредиенты, которые поступают непорезанно на завод, проходят дополнительные лабораторные исследования. То есть, все мясо и субпродукты, которые поступают в них, выборочно делаются отверстия. И вот эти образцы отдаются на контроль качества, свою собственную лабораторию. После чего уже принимается решение, подходит это мясо либо субпродукты, либо не подходит. После чего все мясные ингредиенты попадают уже в холодильную камеру, где температура минус 18. И там уже хранятся, дожидаясь непосредственно своей очереди для приготовления в корм. Температура в морозилке контролируется онлайн, то есть постоянно. И у нас есть система, которая обеспечивает постоянный контроль температуры. Если температура становится несоответствующей в данной камере, соответственно, приходит сигнал, что у вас не соответствует температура. И холодильник, температурные режимы сразу приводятся в порядок. Итак, здесь вы видите, да, у нас сырье здесь мясное. Мы получаем разные виды мясного сырья. Соответственно, это и фарши, и мясо. Вот. И таким вот образом мы храним. Стеллажное хранение. На самом деле достаточно большое количество. Ну, давайте посмотрим легкое, говяжье, замороженное. Так, на всякий случай, поставщика мы убираем, чтобы... Все-таки это, друзья, коммерческая тайна. Великолепные куски, замороженное. Дальше. Свинина, субпродукты. Печенка замороженная. Все, и обязательно вот пишется продукт, прошел проверку на детекторе металла. После морозильной камеры наши с вами вот эти замороженные брикеты с мясом, с субпродуктами поступают в первый, в мясной цех, где происходит рубка, первоначальная рубка этих наших брикетов на более меньшие составляющие. Да, большими блоками замороженное мясо непосредственно подается посредством транспортера в мясорубку, где она перемалывается, измалывается на достаточно крупные фракции. И в дальнейшем оно там же, в этом цеху, при помощи кутера перемалывается в такую пастообразную, сметанообразную форму. Мелкое измельчение продукта и оттепливание продукта до определенной температуры. И впоследствии сюда будет добавлена минеральная витаминная смесь. То есть в этом же моменте и сразу уже все добавляется. Витамин минеральный именно здесь. Да, именно после того, как мясо достигнет определенной температуры. Вы можете наблюдать, как оно уже происходит, это измельчение, да? Досыпаются следующие ингредиенты, получается. Все ингредиенты в этом кутере смешиваются, мясные ингредиенты. Также добавляются сухие ингредиенты, это витамины, минеральные комплексы и различные полезные добавки. Все это перемешивается вот в такую пасту. Это уже по большому счету такая заготовка для наших с вами кусочков. В дальнейшем перемолотая мясная составляющая поступает уже во второй цех, где из этой пастообразной формы этого фарша происходит магия. И они превращаются в кусочки. И здесь уже при помощи уникального оборудования, друзья, это реально уникальное оборудование, которое на самом деле используется при приготовлении пищи для нас с вами, для людей. И его главная уникальность в том, что он позволяет формировать кусочки без добавления каких-либо растительных ингредиентов, ну таких составляющих. То есть это чистейшие куски мяса с добавлением различных питательных добавок, витаминов, которые были добавлены чуть ранее. Больше здесь ничего нет. Да, кусочки получаются не сформированными, они вот такими некоторыми лохмотьями получаются, но при этом ничего лишнего. Это такая одна из основных фишек данных консервов. И когда мы с вами скроем, если кто еще до сих пор не скрывал, мы с вами, друзья, увидим. После чего кусочки немного остужаются при помощи вентиляторов и смешиваются с соусом. Все, по большому счету, наша с вами консерва готова. Осталось лишь ее упаковать. Вот сама пленка для блистера. Это вот такие рулоны. Плотная, черная. И сразу же спрашиваю тут за кадром. Юля, подскажите, пожалуйста, насколько я знаю, вы достаточно долго подбирали цвет этой пленки. Да, первая партия у нас пришла немножко с зеленоватым оттенком, но на дубле мы это исправили и сделали стандартный черный понтон. И теперь она вот черная и формуется как черная. Потому что, когда это видно на рулоне, не видно именно под оттенок этого цвета. То есть, когда при формировании его будет уже видно. То есть, вам было важно именно добиться... Ну, хотелось черного цвета, да, без оттенков. Хотя, в принципе, это не сильно важно и не отражается на качестве продукции. Если не секрет, отечественный производитель пленки или нет? Именно данный вариант пленки, на котором мы сейчас работаем, он не отечественный. Это корейский производитель. Но мы постоянно тестируем производителей пленок, в том числе отечественных. И, возможно, когда-то мы перейдем на другой вариант пленки. А вот сразу же, тему импортозамещения. Состав корма. Насколько процентов отечественный и насколько все-таки еще не отечественный? 95% всей нашей сырьевой базы и всех сырьевых ингредиентов, они отечественные. Есть 5%, которые, например, витамины и минералы мы закупаем за рубежом. Это, в частности, Китай. И зеленогубый малюст, да, тоже он в России не представлен. Поэтому мы его закупаем за рубежом. В принципе, если возникнут сложности с поставками этих ингредиентов, их возможно заменить на российских поставщиков. Пока просто нет такой необходимости именно внутри производства. Хорошо. Все, пойдемте дальше. Посмотрим, как все здесь производится. У нас установлены две линии производства, упаковки блистеров. На этой же линии происходит и дозация продукта в этот блистер. Линия полностью автоматическая. Прямо на ней формируется блистер, выштамповывается. Также в него сразу же заливается наш уже приготовленный влажный корм и запечатывается. Вот этот рулон раскручивается. Да, бесконечно. Ну, давайте, длинная пленка разных толщин. На данном этапе мы работаем чуть меньше одного миллиметра. Раскручивается дальше, происходит формирование. Да, стоят три плиты преднагрева. Да, то есть они разогревают данный материал, данную пленку. С определенной температурой каждая плита. Дальше происходит вот в этом месте выдув, да, и здесь мы уже можем наблюдать формированный нижний, нижнюю часть блистера. То есть уже непосредственно выдали формы. Дальше первый этап перфорации, то есть вот за счет чего мы прорезаем уголок для удобства открытия непосредственно блистера. Дальше происходит наполнение автоматической системы дозации. Подаем наш продукт, который мы видели, уже наполняем блистер. Вот наши эти кусочки в соусе, свежеизготовленный блистер поступают и дальше уже запечатываются пленкой. На этом этапе происходит запечатывание и плюс нанесение дополнительной перфорации, чтобы блистеры можно было разъединить на две части. И финальный этап – это вырубка. Из-за ленты блистеров можно вырубая по два блистера. После чего при помощи роботов раскладываются на грилежницы. Впоследствии эти грилежницы переходят в автоклав, где происходит процесс стерилизации. Под определенным давлением, под определенными температурами наши с вами консервы как раз таки и приготовляются. Потому что до момента автоклава они были сырые. И их по большому счету, ну, кушать не очень как бы было хорошо. Ну, по крайней мере, нам с вами точно. То есть робот передает на грилницу, этот робот берет грилницу и формирует. Как только тележка сформирована, она выезжает. Ператор завозит эту тележку в автоклав. А, ну вот получается как раз таки вот эта тележка? Он ее потом заберет, когда она полностью наполнится. То есть посредством транспортера грилецы сюда подадутся, он эту тележку заберет, поместит ее в автоклав на определенное время. Дальше, та грильница, которая прошла уже тележка автоклавирования. Оператор эту вывозит тележку, устанавливает и один робот уже отвечает за перемещение продукта на транспортер с последующей укладкой в оборудовании не шоу-бокса. А, ну получается обратная процедура? Да. А, ну вот как раз таки можем посмотреть. Вот, робот убирает верхнюю пустую. Следующий забирает готовые блистеры. Да, этап робота полуразелен на самом деле. Он как? Первые два робота до автоклавирования, да? Вторые два робота после участка автоклавирования. Дальше из автоклава наши консервы идут на упаковку. При помощи роботов перекладывается на упаковочную ленту, где происходит формирование шоу-бокса. При этом из ровного листа он складывается и сразу же проклеивается. Туда же набивается необходимое количество наших с вами блистеров, консервов. И дальше наносится вся необходимая информация, которая должна быть непорезанна на шоу-боксе. Единственное, сразу пропечатывается... Да, код, дата, срок годности. Пилот продукта, с СССР. Ну, на этом оборудовании блистеры укладываются в шоу-бокс по 15 штук. И дальше роботом формируется на палете. Дальше происходит ополечивание, да, на палетеобмотчике пленкой. Передается продукция на склад уже. И поступает уже на палетирование, где также при помощи робота большой руки формируется палета и ополечивается. То есть, закрывается вот эта большая палета стрейч-пленкой. Все, наш продукт готов. После чего эти консервы отправляются в карантин примерно на 2-3 недели. Где уже сотрудники компании вскроют и проверят. Перед тем, как отдавать нам с вами, потребителям, этот продукт, еще раз выборочно проверят. Все ли здесь хорошо, все ли получилось, все ли замечательно. Все. Наши с вами консервы готовы. По большому счету, процесс изготовления достаточно быстрый и, можно сказать, легкий. И при этом все очень технологично. Потому что наше с вами мясо поступает на мясорубку, в кутер и дальше уже превращается в кусочки. И на вот этой большой автоматической линии происходит магия. Из обычного листопленки, ну не обычного, конечно, из листопленки формируется и, соответственно, превращается в вот такая магия. Были приготовлены вот такие серые. Есть у вас еще черные. Да, у нас две линейки, черные и серые. Как раз таки, друзья, вот черные, давайте возьмем. В чем основное отличие? Самое основное отличие, то, что в черной линейке у нас больше процент мяса с субпродуктов, свежего мяса, соответственно, и субпродуктов. В каждом кусочке в серой этот процент немножко меньше, но не критично. Ну и соотношение мясных ингредиентов свежего мяса к субпродуктам выше в черной линейке и субпродукты к свежему мясу в серой линейке. То есть это отражается на себестоимости сырьевого и, соответственно, на конечной стоимости РРЦ. Поэтому она разница. Здесь у нас больше мяса, здесь больше субпродуктов. Да, да, в процентном соотношении. Вопрос такой, какие субпродукты здесь используют и вообще какое мясо? Потому что, ну вот, кролик с кабачком, мясные ломтики, свежее мясо и субпродукты 83%, в том числе кролик. В том числе кролик. Кто здесь есть еще, кроме кролика? В качестве субпродуктов мы обычно всегда используем именно животные субпродукты, то есть свиные и говяжьи. Это стандартно, это как в сухом корме мы используем и животные жиры, и субпродукты, так же и здесь. Обязательно субпродукты используем только первой категории качества. Это обязательно. Да, ну и human grade, конечно, это все ингредиенты, это ко всем относится, и к ягодкам, фруктам, овощам. Это все хорошего качества, высокого. То есть, в принципе, если мы с тобой сейчас отсюда выйдем и продегустируем? Мы пробуем, кстати, серьезно. У нас недавно поступил такой вопрос, да, про соль. Как на соль этот корм? Какой-то потребитель попробовал его. Я чувствую, это кто-то из моих подписчиков вас задащил. И мы сами дегустировали, пришлось, да, чтобы понять, действительно, это была какая-то ошибка, либо это нормальный вкус. И это нормальный вкус. Все равно, как вы знаете, небольшой процент натрия добавляется в корма для животных, для того, чтобы животное больше употребляло воды. Юль, так же смотри, у меня есть такой вопрос от подписчиков, что как их все-таки правильно скрывать? Вот мы взяли с ленты до автоклавирования. Да, это неприготовленный продукт, отсюда мы уже не можем брать. Да, там все посчитано, а это вот до. Да. Давай правильно. Да, многие думают, что нужно его делить так же, как йогурт. Но он так не делится. Но это логично. Возможно. Но у нас есть даже 3D-видеоспособие, как это правильно открывать. На самом деле, если вот так просто потянуть одну пальчечку на себя, он легко поделится на 2 части по линии перфорации. Как-то у тебя более-то профессионально, ноги, да. Ну, вообще, да, трудностей не вызывает. Ну и дальше за уголочек мы открываем эту верхнюю пленочку. Ну, слушай, так тяжело. Йогурт и проще открывается. Но это продукт неприготовленный, да. Да, это неприготовленный. То есть он до автоклава, он дальше приобретет такой готовый вид. Не может он открываться сильно легко. Да, мы работаем над улучшением. То есть есть шанс, что будет получше открываться. Но прям сильно легко, навряд ли, потому что все-таки продукт проходит автоклавирование непосредственно в упаковке. То есть если молочные продукты дозируются уже готовые, приготовленные, то здесь мы сырой дозируем. И дальше в этой пленке идет в автоклав, то есть выдерживает высокие температуры. Ну, соответственно, если бы это было точно так же, как йогурт, то ее натос-то просто... Нет, это здесь высокобарьерная пленка. Верхняя из трех состоит в слоев, нижняя тоже многослойная. Поэтому она выдерживает высокие температуры и сохраняет продукт в течение всего срока годности. На самом деле не сложно. Нет, не сложно. Ну, главное, да, вот это понять. Если приноровиться, понять, и не сложно. Но в любом случае мы доработаем этот момент. Мы тестируем постоянно поставщиков упаковок. Вот. И есть такой шанс, что будет лучше. Лучше, легче. Скажи, пожалуйста, как зоорынок встретил такую упаковку? Потому что вы первая, единственная и упаковка уникальная. То есть она уже разбита по порции. На самом деле, да, качество, состав, цена розничная у нас оптимальная. И рынок встретил очень положительно. У нас ушла первая партия просто за считанные недели, когда по прогнозу это было на гораздо более длительный срок. Вот. Поэтому сейчас мы очень стараемся наработать стоки и дать продукт в нужном объеме рынку. И вот тут, друзья, к краске хотел обратить внимание. У меня специально два таких блока, блистера, где можно обратить внимание, как отличается цвет пленки. То, о чем нам с вами говорила Юлия. Изначально пленка была чуть зеленоватая. Вот небольшая такая зеленоватость. Теперь она вот черная. Это вот такой момент больше дизайнерский. При этом никак не влияет на конечный продукт. Но вот компания постаралась максимально сделать вот такую черную пленку. Ну, на самом деле, смотрится намного симпатичнее. Вот и все, друзья. Вот так происходит магия. И давайте, друзья, посмотрим, что же итогов получилось. Нас с вами уже научили, как правильно их разламывать. Большое спасибо. И вот он сам продукт. Вот даже пришел Валдай на шум. Вот то, о чем я вам говорил. Вот такие несформированные кусочки. Чистейшее мясо и субпродукты. Вот такой кусочек. Очень, друзья, душевненько. Большая просьба. Кто уже кормил своих питомцев данными консервами, друзья, пожалуйста, напишите ваш практический отзыв. Как они вам. Валда, если ты хочешь попробовать, то подходи вот сюда. Вот иди сюда. Ну вот, смотри. Ну вот, с вилочки ему не очень удобно это делать. Так что, друзья, большая просьба. Обязательно пишите ваш практический комментарий. И также напишите, нужно ли делать полноценный обзор на этот влажный корм. Мы теперь с вами, друзья, знаем, как он изготавливается. Также мы с вами знаем, что же это такое за свежее мясо и субпродукты. В данном случае 86%. Потому что в скобочках написано в том числе телятина и курица. Также, друзья, очень интересный момент, который я узнал неподредственно на самом заводе. То, что у Альфа-Пет есть уникальный на территории Российской Федерации свой научно-исследовательский центр, где они изучают, как эти консервы будут кушать наши с вами питомцы. В том числе, понравится, не понравится и, соответственно, уже их фекальные массы. Да, друзья, такой центр есть. И если вам интересно о нем узнать более подробно, то пишите в комментариях. Мне лично он понравился. Так что, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам это видео понравилось. Разумеется, ставьте лайки, пишите свои отзывы о просмотренном видео. Как вам вот эти все роботы, как вот эта технологичность. И вообще, конечно же, как вам сами эти консервы. И, как всегда, друзья, в завершение вам повторяю. Любите своих питомцев, держите хвост пистолетом. И пока! Субтитры создавал DimaTorzok